После, так скажем, матчевой небольшой интервью, только что вот прямо с пылу с жары после 1.8, после первого дня турнира, небольшие неполадки у Микрофона с Энтером, у Энтера с микрофоном, но ничего страшного. И так, на чем мы остановились. Вот, так, что я хотел сказать. Что-то про Абидос. Вот как раз эти две карты, они офигенные. Абидос мне больше всего понравилась, она динамичная, классная, с кучей с прохождений. Миндив тоже неплохая, ну да, неплохая. А вот Асмарат, Каунтач и Энигма, они как раз, не знаю, поэтому, наверное, они не вошли в те карты, которые будут завтра. Хоть Энигма, она крутая, но она так какая-то, у нее много дорожек, но, например, для физики ВК-3 у нее очень сложные прохождения, чтобы чисто пройти и очень быстро. Я, например, мучился, мучился, у меня одно прохождение за, не знаю, за 20 минут получалось, и то кое-как. Ну, это если нормальный, быстрой дорожкой, потому что там все стены, можно пересчитать все, что можно. Я сейчас про ВК-3, кстати, говорю. Ну, ту, да, у тебя основная физика ВК-3. ВК-3, да, я взял ВК-3, а я на ДФВЦ ее играл на позапрошлом. Так вот, что еще про Энигму сказать? Карта неплохая, никто не завязал срезу вначале, хотя я ожидал, что хоть кто-нибудь сделает. Но срезы наверняка в онлайне все увидят, это просто обойти старт, разогнаться на слики и потом с огромной скоростью, там, не знаю, на 1400 его пересечь. Ну, да. Вот, то есть, теоретически это экономит полсекунды, и, в общем, быстро было бы. Вот, карта Countach, ну, неплохая карта, но мне не понравилось то, что надо было за 10 минут ее пройти чисто. То есть, ну, во-первых, мне немножко не понравилось текстурирование неба, потому что оно светло и не выключается, нихрена не видно на ней, вот. Поэтому... Ну, другой дизайн уж Аксесс нам предоставил, да. Ну, да, я представлю для себя, я его просто перекрасил в текстурку в черный цвет, пошел в черный, поэтому... Лайфхаки от Интердакт, он владеет более-менее радиантом, в принципе, могут переходить. Зачем радиантом? Просто берешь текстурку, там, тга-шку, в этом, в любом редакторе карт делаешь из нее черный квадратик и сохраняешь обратно. Ну, либо так, да. Все записали, законспектировали, и, да. Карта очень классная. За исключением того, что тут просто несколько сложных триксов. То есть, в Rocket Part части нужно сделать, там, 2х... Так, начнем с физики VQ-3. Лично у меня дорожка такая, что нужно было делать 2-2х, залетать телепорт, и с левой стороны тоже через 2 гринаджампа в телепорт, и дальше финиш. В физике CPM, мне кажется, она даже сложнее, потому что там немножко сложнее ловить 2х, ну, там, за углом на этой карте. Но тоже приходится его ловить, залетать телепорт, и точно так же проходить гранатую часть. А дорожка, я не помню, кого, с тремя гринками, я ее... Это монстрик и делал, да. Монстрик, вот, она классная, она быстрая. Единственное, эти гринки хрен словишь, но... Я потестил этот путь, когда я его увидел, посмотрел, но я для себя делал немножко по-другому. Я гранаты вниз, в пол кидал, ну, как на обычные кнопки, то есть одна в пол, вторая под углом и третья в стену. По идее, так тоже можно делать, чтобы не вверх стрелять, не знаю, мне кажется, сложнее так ловить будет гранату. Вот, что еще? В общем, карта на триксы, за 10 минут, мне кажется, сложновато все эти триксы сделать, потому что, поэтому я бы проходил сначала с гранатами как-нибудь, медленно-медленно, потом пробовал бы эти триксы сделать. Ну, в Аку-3 их сложно, эти 2-2х словить, но все-таки это получается. Вот, ну, и Асмаронка, карта, в принципе, стандартная, средняя, не очень плохая. Сначала... Сначала, когда я начал эту игру играть, я хотел... срезать, вообще, заворот направо, то есть я попробовал делать 2х от полос, с двух ракет, залетал на этот выступ, но потом там нет плазмы, и наверх, и он поднимешься. Да, да, да. Ну, маппер продумал, конечно, чтобы не срезал. Плазма там за углом, поэтому пришлось менять дорожку, для того, чтобы подбирать плазму. В принципе, карта, ну, какая средняя, в... Как я уже говорил, немножко отличаются дорожки в Аку-3 и СПМ, в Аку-3 и там... Ну, как я, в принципе, проходил, ходишь в телепорт, делаешь РЖЕН, на... ну, я, по крайней мере, делал на этот... на... 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 батлсвит, и потом... обычной плазмой, либо... можно батлсвит взять на первом пазике, как делал Кет. Угу. Я, кстати, даже не пробовал так, как он делать, я... не знаю почему. Зато, наверное, что так можно. Вот. Что по поводу Медивы? Ты вроде про Медиву не особо сказал. Потому что мы завтра будем играть. А, ну да, да. Ио, да, ио, да, ио особо не играли. Ну, ну, ну... Я могу, конечно, проспыли сейчас дорожки и все такое, но... Ну, это все равно услышат после турнира, по идее, уже так что. А, то есть я могу спалерить? Ну, по идее, да. Ну, по идее, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Короче, карта Медива мне понравилась. Она динамичная, классная, с кучей-кучей дорожек. А, у нее есть два минуса. Первый, это... который я уже писал в чатике дискорда, в том, что у нее... прямо на старте вот эти выступы, которые за каблаком торчат, я, ну, за них очень часто цепляешься. И во вторых мне, ну, по крайней мере, в моей дорожке мне очень понравилось... немного мешается лестница, которая перед гранатой наверху. Потому что я, например, использую 4 бфги плюс ракету от стены и сразу пытаюсь вылететь наверх, пропускаю вообще нафиг эту гранату. но из-за того, что там есть эта лестница, я постоянно в нее спотыкаюсь, останавливаясь на месте, где должна быть граната. То есть из-за лестницы очень сложно пропустить гренку и постоянно фейлиться тайм. Ну а дальше, в принципе, там бфга, потолок, целлбак и просто все. Вот. Ну все просто. И в физике ваку-3, в cpm, а роуты у них там отличаются очень сильно, потому что в ваку-3 нужно залезать на... залезать на выступ, брать бфгу, делать 4 бфги плюс рокет, вылетать наверх на самый. А в cpm можно хорошо разогнаться, сделать даблджамп впереди, который там рампа есть. И просто одной плазмой плюс ракеты вылететь на самый верх, пропуская бфгу нафиг. Тупо одна стенка и все наверх. Все быстро получается прохождение, не очень такое прям супер-супер сложное. Все зависит от того, какую скорость наберешь и как пройдешь. Динамично я не знаю, почему ее все банили на первом, так сказать, раунде, но я уверен, что завтра мы ее будем еще играть. Вот, карта... Уже все побоялись как-то. Карта обидос, я в принципе смотрел, как ее играли, немного. По крайней мере в первый день все забыли про... Ночнее, никто не заметил про срезов в самом начале, где можно вместо того, чтобы делать, как сказать, буст, там, ну, второй, то есть, подлетаешь с жампада, буст, там, стрейк-стрейк-стрейк, все такое, можно просто было прижаться к правой или к левой стене и доплазмить почти до телепорта на скорости 1600. Это где-то секунду экономит минимум и, в принципе, очень хороший способ сделать быстрее. Я тоже, кстати, случайно заметил. Сначала тоже делал бусты, бусты, потом пробовал. О, надо же, можно плазмить. Да, бывает это. Дальше, в принципе, тоже интересно. Около ракеты, там, где она лежит на полу, немного неудобно вообще ее расположение, точнее, арки, потому что там очень неудобно делать буст. Там делаешь бусты, втыкаешься в выступ, который арки, как это называется, проходит. У меня дико бесил, я не знаю, буду ли я его делать. Ну, то есть я делаю сначала прыжок назад, а потом с прыжка делаю буст. Ну, дальше 2x, подъем. У всех, конечно, разные дорожки почему-то получились. Кто-то делал стрейфом, кто-то бусты там вообще в разных местах делал, кто-то с плазмой отнимался, кто-то с ракеты. У меня тоже немножко отличаются дорожки, но, мне кажется, моя покруче будет. Дальше прохождение буста, в общем, быстрое прохождение у народа было. И не знаю, кто победит, когда будет, будем ли я ее играть. Буду ли я ее играть завтра. И что там? Да, ну там выпрек СТП, использование гранаты на то, чтобы ускориться, падение вниз. Там две ракеты, ты и финиш. То есть там ничего такого интересного не получится сказать. Вот. Так, а расскажи нам, почему ты выбрал в ЭКУ-3, а не ЦПМ? Потому что ты, вроде как, ЦПМ побольше играешь и как будто бы посильнее в нем. Почему ты решил, что в ЭКУ-3? Ну, потому что я хочу первое место занять. Ну, то есть это такой у тебя как бы... Ну, потому что, во-первых, я играю обе физики. А то, что очень многие игроки играют только одну физику. Ну и как следствие, если я попадаю на СТПМ, то ему придется играть в ЭКУ-3 физику. Скорее всего, он в ЭКУ-3 физик не очень хорошо сможет пройти и, естественно, мне проще будет победить. Вот. А если попадется в ЭКУ-3, ну что ж, в ЭКУ-3 я тоже неплохо играю. Плюс в ЭКУ-3, по-моему, поменьше было в этот раз на чемпионате. А там... Ну и проще будет выйти из... Из... Как сказать... Выйти там и куда-нибудь. Ну да. Ну, в общем, да. Записывайте, конспектируйте все, что сказал Лендер на следующий год. Потому что... Такое след... А, да-да-да. В следующем году, я думаю, да, будем тоже проводить такое дело. Вроде как всем все понравилось. Скажите, в целом ощущения турнира. Как тебе вид, форма проведения? Нравится? Ну... Ну что... Форма неплохая. Я... Я... Я не знаю, что сказать про форму проведения. Ну, есть что-то, может, чтобы ты добавил, либо... Какой-то, может, момент тебе не совсем нравится, там, не знаю, что-то исправить, какие-то рекомендации для организации. Что-то такое есть? Или нормально? Ммм... Вроде нормально. Получше тестите карту, чтобы не было срез, как на Countach. Кстати, кто не знает, в Countach уже карту заменяли. Да. А никто не знает, почему ее заменили. Да. Да, Эндер нашел классную срезу. Расскажи, пожалуйста. Да, потому что на этой карте нашелся срезы. Там, оказывается, если... Ну, там, на этой карте, ну, чтобы пройти ее как бы по дефолту, по нормальному пути, нужно сходить направо, взять там, залезть телепорт, тогда ты получаешь первый фраг. Залезть, ну, влево, пройти гранат часть, получить второй фраг. После получения фрагов тебе там дают ракеты, ты можешь финишировать. Вот. Так можно было забить вообще на эти две комнаты, просто залезть наверх, на вот эти вот выступы, которые там наверху торчат. Просто стрейфом допрыгнуть до финиша, забить на этот ракет, который там появляется, и финишировать. Потому что на финиш-тригере не было фраг-фильтра. Вот. Я это заметил случайно, когда... Да. То есть прохождение карты за восемь секунд получилось. Эээ... Ну... В отличии от... Оно, кстати, проще намного, чем ловить эти три гренки, или там несколько ракет. Угу. Вот. Ну и вроде бы... Все. Так. Я, кстати, испугался перед этим, перед началом того, как играть, играть чемпионат. Буквально за пять минут я тоже тестил карты. Я на этой неделе, в принципе, поменял мышку. Ага. Она у меня началась что-то плохо двигаться, плохо работать. Я решил обновить софт. А какая мышка у тебя сейчас? Молоденько. Logitech G402. Ага. В принципе, она мне очень нравится, потому что она очень, ну, почти несрываемая получается. Единственное... Я говорю, я за десять минут до того, как мне надо было начать играть, я думаю, блин, мышка плохо двигается, нужно софт обновить. Залез на сайт, скачал дрова, остается там три минуты до начала, там все, уже почти в явлении. Я ставлю, нажиму ОК и у меня комп ребута в ребутах хватит. Неплохо, неплохо. Вот. В общем, я в панике быстро-быстро загружаю комп кое-как. Ну, дрова вроде встали, поэтому нормально получилось отыграть. Я... Ну, если бы я выбрал другую карту, например, стрейф или... Ну, я думаю, потому что на стрейф рикет меня обошел, поэтому я его сразу забанил. Угу. Ну, ты как, по-моему, первой самой картой, по-моему, ее забанил. Ну, плюс она мне сама не очень понравилась потому, что сложно было очень быстрой дорожкой пройти. Вот. А... Что там? Клоунтач? Угу. Клоунтач я забанил, потому что там много икса надо ловить, и это тоже сложно. В принципе, байсы заставшихся меня будут вовлетворила карта. Вот. Ну, пришлось на Амаранти играть. Вот. Ну, вроде все. Так, в принципе, все интересно, все хорошо. Давайте... Участвуйте. Да. Поквалифицируйтесь, принимайте участие. Тем более, что мы не за просто так, а за целый денежный приз. Играем тут. Ну, и я думаю, завтра мы еще с тобой. Ну, либо завтра, либо на днях. Ну, надо было остальные, кто, если там квалифицируется или будет со мной играть или с кем там еще тоже про... про... поспрашивать. Да, брат, я сейчас дальше пойду, да, ко всем. Хе-хе-хе-хе. А ко всем? Окей. Ну, ладно, давай тогда. К тому, кто хочет, да. Ну, в общем, спасибо за твои мнения, так скажем. Не, 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 я думаю просто общие сделать, как сказать, опрос, ну, не опрос, в одной конфер провести, чтобы не... А, нет, ну, я подумал, лучше индивидуально, типа, с каждым. Ну, ладно тогда. Ну, в общем, удачи тебе, да, завтра в полуфинале, я думаю, что ты должен забирать наверно. Хотя многие ставят на Овчаркина. Хе-хе-хе. Да, да, посмотрим, просто как он там в УК-3 будет проходить тот же Медив или Абидос, я не знаю. Или стомп какой-нибудь. Как тебе стомп, кстати? Эээ, стомп классный, но я ее забаню, наверное. Все, понял. Ну, ладно, Энтер, спасибо тебе за выделенное время и удачи. Да, пока. Так, что мы поговорим? Еще поговорим. Еще поговорим. Еще как поговорим. Ты ко мне поговори тут. Ну-ка, я сейчас тебе поговорю. Ну-ка, я еще поговорю. Итак, я начал, давай поговорим, во-первых, с Энтером мы на этом закончили, а с тобой давай начнем с того, на чем мы закончили с Энтером, а конкретно, как тебе вообще в целом формат турнира и все ли тебе нравится? Может, ты бы хотел что-то изменить? Мне, в принципе, все понравилось там, полчаса все ожидал, но все, когда меня очередь дойдет. Ну ты да, за счет того, что... Потом за 15 минут успело сердце заболеть, ну классный формат. Внутри сердце заболело, да? Ну да, типа, что-то... Разволновался, да? Ну что-то, я ожидал что-то большего, но что-то, блин, вообще страшно было. Ну да, так получилось, что если посмотреть на сетку, там видно, что Димон сразу в 1-4 оказался без соперника в 1-8. А так бы, может быть, в 1-4 было поспокойнее. Вот ты испытывал какие-то ощущения интересные, когда ты вот такой играешь, у тебя что-то не получается и ты понимаешь, что там может Торнер может что-то там выполнить сейчас? Ну, я когда там на старте долго копошился, я что-то такое играю, что там не получается буст и вот это, да? И что-то понимаю, что уже несколько минут я не вижу Торнера. Я такой, чувак, где он у нас сейчас пройдет? Так продолжалось примерно на 12 минут, потом я понял, что остается уже 3 минуты, я вообще там не спаниковал. Ну, ты вроде как нормально, с большим отрывом его выиграл. Ну, вроде как, да. Ты думаешь, это да, мы после первого дня берем, грубо говоря, интервью. Как ты видишь вашу дуэль с Овчаркиным потом на Best of 3? Уже знаешь, что будешь банить, какие карты? Только не говори, если что. Я не хочу знать. Так ты же знаешь, какие карты я буду. Ну, одну карту ты точно знаешь, какую я буду банить. Ну, одну, да. Другие. Ну, ты знаешь уже, да? У тебя есть уже план на завтра? Ну, особо нет, потому что я же баню только одну карту. Да. Да, да. А, ну, тогда ты знаешь, какие карты я буду банить. Как много карт ты забанишь. Да. Ну, да. Думаешь, победишь? Может, на стрейфе как-то попробовать? Вырудишь, да? Да. Ну, он скорее всего забанит стрейф и что-нибудь из этого не сделает. Ну, да. Ну, посмотрим. Посмотрим. На самом деле будет интересная заруба. Ну, в принципе, будет довольно просто, потому что у нас обоих цпн. Угу. Ну, у вас будет 15 минут сегодня. Да. Ну, и от кобора физикам не надо будет готовиться, так что изи вообще. Можно сказать. Ну, карты у тебя готовы, да? Ты готовился, играл? Ну. Нет, просто неделю, ничего не делал. Нет, серьезно готовился немножко. Ну, что-то там, карта там пару раз прошел, там, когда роут нашел. Ну, нормально. Как тебе в целом медива, допустим. Ну, по-моему, медива какая-то. Ну, как сказать. Просто я так долго там что-то пытался с этого дублджампа залететь там наверх, что так долго прям такой залез, там что-то с бфги попрыгал. Такой. И там дальше еще одна бфга. Залезает на какой-то элемент дизайна. И тут меня хурт триггеры убивает. А я так долго туда добирался целых 5 минут долбился в этот дублджамп. И ты решил меня просто забанить. Ты решил просто банить её всегда. И триггеры менять. Так. Абидос? Ну, на Абидос ты как раз победил Торнера, да? Ну, кстати, Абидос нормально, только вот 80 фпс. Это эти вот напрягают. Ну, кстати, у тебя неплохо так ГБ получались, в отличие от Торнера. Торнер там совсем почему-то ничего не мог сделать. Он за это очень много времени потерял. Ну, да. Что-то я видел там в начале, что-то пытался там 3 ГБ там на старте, хотя там только одно еле влезать. Ну, да. Он там постоянно везде влеплял вот эти вот. ГБ вот эти вообще было. Динамичная карта получилась, в принципе. ВАИК стал это вот. Всё, гранаты вот это интересно сделаны. Эти выступающие арки, да? Аксус. На идее. Только там в Аку-3 мешались особо. Но я в Аку-3, похоже, не буду эту карту играть, если я каким-то чудом не пройду в полуфинал. Точнее, в финал. Точнее, в финал, да. Центром. Либо за 3-4 вы можете потом побороться с кем-то. Да. Да. Так. По Амаранф, как тебе? Амаранф очень такая прикольная, простенькая карта. Чисто вот для вот 1-8, 1-4. Чисто по щели по иху бегай, да? Хе-хе-хе. Ну, кстати, да, её играли сегодня, да? Да, кипят Энтер играли. В принципе, да. В принципе, играли. Да. Ну, в приспевший норм как бы. Ну, вроде неплохо, да. Энтер сказал, что такая средненькая типа карта. Средненький геймплей, говорит, средняя карта. Хе-хе. Но я ему ничего уж не сказал. Ну. Я Люси передам просто, что вот. Энтер вот мне не очень. Хе-хе. Сошло. Да, я тоже Люси передам. так по поводу count touch что можешь сказать я изначально не влюбил эту карту потому что там что-то белые текстуры какие-то а курсор белый вообще не видно и масштабы какие-то странные потом я что-то какой-то роут нашел короче из-за этого роута мне эта карта понравилась что-то я начал ее задачивать и в итоге да нормальная карта в принципе геймплейная такая прям вообще норм ну да особенно в Q3 даже смотрится какие-то монстрик 3x с гранатой исполнял 3x какие-то по боку там идешь 2x накидываешь по боку жесткие карты конечно как-то там довольно неочевидные в ротах то ли там есть 2x в ракетах то ли нет странно всегда много на самом деле я энигму тренировал? да тренировал даже спиной пару раз проходил ну как ты знаешь и как тебе энигма? неплохая такая стрейфовская карта довольно такая прямая что ли ну хотя не ну как сказать прямая роутов много ну рамп много и поэтому роутов но в принципе там все очевидно какой бы ты вот из этих пяти которые в первый день были вот медива абидос амаранф контактач или энигму какой бы ты прям вот затрачил бы вот прям чтоб тайм классный поставить надо подумать ну контактач вроде норм было бы триксы интересные привлекают ну да совсем свисте интересные смысл зарабатывает как найти простого чемпионата но ну просто местные ростed я не знаю это сделала неизвестацию не прикрывает ну вот более что Анна t хотел бы что-то изменить в формате турнира чего тебе не хватало может быть чтобы тебе наняли женщину во время турнира которая выходила тебе водичку приносил там попить чтобы подкармливала во время бестов 3 помогала тебе держать клавиатуру либо вот что-то валидол приносила валидол за эти 45 минут я там сдохнула что-то есть поменять ну какие-то вообще с обжене у тебя есть или пока нет да вроде нет норм ты неплохо постарайся вообще сделали норм чемпион фриспи что-то там не понравилось я не понял это обычное дело я уж привык и вы всегда что-то не нравится нормально подошли к делу ну ладно тогда я пожалуй пойду дальше или но есть что-то добавить или выставать завтра тогда поговорим завтра поговорим давай поговорим еще ну ладно спасибо димон за выделенное времечко я наш я тогда пойду далее давай ну в общем то привет и карус привет как ты себя чувствуешь после первого игрового дня так официальненько вызовем ну разочарован но нормально было довольно отлетел у кето да против кето ты отлетел в одной восьмой получается да вот мы про про енигму даст вы поговорили почему вы вышли так поступил почему ну вообще у меня есть соображение почему я не думал что он будет банить и нигму но я скорее всего понимаю зачем он сделал потому что фцпм он не играет она в цпм очень задротная но в том плане что там и слик такой сложный и там очень очень хорошо нужно и контролить скорость на скорости высокой попадать зоны а вы к 3 кет он у него же в основном силы это фрейма джамп ну как можно меньше прыжков он делает а в к 3 нигма там просто ты по прямой по прямой идешь и тебе не нужно там фрейма джампить тебе просто нужно в зоны попадать и все и поэтому скорее всего он считает но я тоже так считаю что в цпм если играть две физики то в цп мера преимущество на этой карте ну может быть да ты в кутри же по моему тоже неплохо катаешь как тут на варкапах но ты ну прям не всегда на варкап на варкапах на некоторых я видел тебя очень даже не четкие демки вроде были но у меня есть несколько неплохих демок на варкапах в кутри но это связано с тем что некоторые некоторые карты мне просто в кутри больше понравились чем в цпм ну это обычное дело и поэтому я в кутри больше играю чем в цпм как тебе карты в целом ну вот эти вот пять карт ты их все готовил или играл только с учетом забанен я только три играл я не рассчитывал никак на полуфинал поэтому я я карты второго дня по ну так поиграл немного но не тренировал а на первый день вот эти пять карт я ну вот абидоса и медива я пару раз прошел а три очень жестко тренил но но сыграл я раза в два где-то хуже чем ну чем оффлайне чем на тренировках и перенервничал или что 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 прошло не так у меня в онлайне очень плохо получается я не знаю но я вот у тебя когда смотрю на стримах тебе вроде нормально ну то есть по с виду нет отличия между оффлайном и онлайн 60 они но это чувствительную же пинка по идее все равно там ну не критично но все равно неудобно типа я вот например вот я думаю на амаранти было бы у меня полу но тут уже чё говорить чё где было бы я когда в онлайне если например где нужно запускать рокет я пускаю рокет а его нету то есть его не видно да 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 то есть он появляется там через две секунды вот те то есть я запускаю рокет и я как бы я когда запускаю рокет я смотрю когда мне нужно его ловить то есть я на него смотрю а тут его нету и я на звук то есть приближается рокет звук рокет и я на свет еще бывает игра типа ракета приближается становится ярко от освещения но это это так но это наверное надо в онлайне много играть чтобы привыкнуть ну да 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 конечно потому что если много играешь в оффлайне потом в онлайне как коллега и наоборот точно так же потом в оффлайне из онлайна ощущения тоже немного другие, поэтому надо какой-то такой край соблюдать немного. Не, ну если я в оффлайне, когда тренировал вот эту карту, которой мы с Кетом играли, она у меня лучше всех натренирована. Вообще-то. Каунтач. Да, и я когда играл ее в оффлайне, у меня 2х, и вот ловля 2х, что вот по бортику слева, ну и слева, справа, неважно, вот этот вот роуд, который где ты ловишь 2х не в конце комнаты, а по бортику, где стены дальше идут, это где-то 2-2,5 секунды экономит примерно. Ну да, так-то много. Что такое 2х, что в конце комнаты ловил, ну я не знаю, ну, если я по спейсингу у меня выходило, то практически всегда, ну там, я не знаю, процентов, ну 4 из 5 где-то так. С гренами тоже, ну с гренами похоже, но тоже немного проблем было. Ну, я играл тем же роутом, что и у монстрик, ну 3х грена от стены в телепорт сразу, но я ее почему не делал, потому что у меня просто 2х рокет не получался. То есть, то есть мне нужно сделать сначала 3х, который у меня не получается, а потом сделать очень сложный 3х, который, не знаю, получится или нет. То есть я вообще карту не пройду за короткий отрезок времени. Ну да. Да, есть такое. А с кем-то ты сообща как-то искал, роуты есть у вас? Ну и просто, я думаю, многие знают, кто не знает сейчас, узнают, что у вас есть, как бы, так скажем, община в дискорде, да, в которой вы все общаетесь, вы там между собой как-то перекидывались, типа роуты, вот смотри, смотри, какой срезан шел, смотри, ты у тебя больше шагов, ты заплачешь, вот тебе демка, на, бери просто, бери, брат, беги, оставь меня. Было такое что-то, или ты прям вот в соло сидел, такой вот я, так, роуты, так, тут 3 ракеты записал себе куда-то, такой, окей. Да нет, ну, я с предысторией расскажу. Еще до, когда, когда монстрик отобрался на 1 на 1 турнир, ну, я-то не отобрался, я был, ну, в очереди, монстрик отобрался еще в прошлом месте, и он мне предложил потренироваться 1 на 1, то есть судьей был Кианекс, он отобрал сколько, 5 карт, по-моему, вроде 5 карт, и мы с монстриком выходные 2 дня писали 5, не 5, а 10 демек, ну, то есть в 2х физиках, ну, и по сумме таймов, там, кто победит, в общем, ну, там так получилось, что одна из карт была очень злая, выкруто, что ну, там было так, ну, сейчас на память вспомню, там были тамбуру, знаешь, тамбуру, плазма и рокет, вот тамбуру на рокет, это вообще жесть, ну, в Игутре, по крайней мере, да, да, не, он классно мапил, чувак, вообще классный был, ну, это очень жестко в рокет, ну, и эти еще карты, какие там были, и кланваровские, GT vs. NL, офигенная такая карта, P900 vs. QS, тоже карта офигенная, и какая, а, и стрейфовая такая, R7 сплинг, что ли, такая прямая, там во второй, во второй комнате еще по одному роуту хейст дается. Ну, и, в общем, на тамбуру, но RL в VQ3, монстрик очень сильно меня обогнал, и там он выиграл. Ну, мне она очень не понравилась, мне она очень в VQ3 не понравилась, поэтому я немного играл. Ну, так вот, в чем суть, и KionX, он был судьей, и у нас организовалась в Дискорде такая мини-конфа вот втроем, я, монстрик и KionX. И мы вот этой мини-конфой вот обсуждали роуты, ну, перед одним турниром. Ну, неплохо, неплохо. Ну, там менялись с демками, вот, монстрик подал идею насчет 3x-грены, он говорит, что, ну, как думаешь насчет того, чтобы сделать тройную, он, он, кажется, предложил, он какую-то тестовую демку отправил мне, ну, там, с читами записанную, то есть, наверх закидывать грену, то есть, ты делаешь 2x-грену, и третья в воздухе тебя еще толкает. Нормально, да, нормально. Ну, я так попробовал по-разному, у меня не получалось, но я подумал, то есть, нужно скинуть гранату так, чтобы, чтобы она ударилась об стену, об кнопку, и взрывалась одновременно с первой гранатой, и в это же время выстрелить. Ну, я начал искать углы, куда кидать грену, чтобы, чтобы 3x-грену сделать. Ну, и там получается, что поворачиваешься под 90 градусов и под 70 по вертикали кидаешь гранату, и она врезается как раз в этот момент. Это не очень сложно, в принципе. Ну да, по крайней мере в оффлайне нормально получается. Я, кстати, вангую, что я думал насчет таймов, я думаю в CPM, ну, на Countach, думаю, в CPM в онлайне где-то 20 секунд будет VR 20 с чем-то. Я так думаю. Ну, посмотрим, в принципе-то. Ну, я вот так подумал, как будет, и вот хочу потом проверить. Ну, вот, следующие у нас дуэли будут, это против руки против Эвчаркина и шторм центром, что шторм центром, я думаю, ни для кого не секрет, что Энтер, по идее, должен выиграть, тем более, что он выбрал себе самую физику Докутрия, а шторм в ней как бы не очень. Ну, это как минимум, да, одна из причин, почему он выиграл. А в Тути Фрути вот Эвчаркин это очень такая интересная будет, интересный будет этап. Как думаешь, у кого шансов побольше? Ну, либо не у кого шансов побольше, за кого ты болеешь? Именно. Кто тебе ближе, вот, духовно, за кого бы ты прям топил? В каком из полуфиналов? Ну, вот, Тути Фрути, и Овчаркин. Тути Фрути, и Овчаркин? Ну, Димона, я хотя бы как-то знаю, ну, там, более-менее. А с Овчаркином нигде никак не пересекались, не общались. Ну, пелс и флёс, скажи, да, что-то. Да, ну, у меня нет какого-то к него предусладительного такого отношения. Ну, да, то есть, ну, ты Димона знаешь, поэтому, ну, буду за Димона болеть свои чуваки, да? Ну, да, если бы я знал, Овчаркин, может, что-то изменилось бы. Ну, не знаю, не знаю. Ну, вы можете всегда познакомиться, там. Можешь написать ему в Дискорде, вы есть там в Конфе, в этой Дискорде. Дуэльный. Ну, так, что я хотел еще узнать, как тебе в целом проведение турнира, все ли нравится, все ли устраивает, может, что я хотел бы поменять, какие-то свои, может быть, есть, предпочтения к чему-либо, там. Да, все вроде нормально, но я уже писал про это, что, мне кажется, ну, если будет еще онлайн-турнир, да? Угу. Ну, вот, касаемо системы банов, если, ну, при такой системе пять карт, например, и бестов-один банят по две карты, я думаю, лучше было бы, чтобы тот, кто первый банит, он банил первый и последний, а второй человек банил две посредине карты, две подряд, вторую и третью, потому что если банят по очереди, получается так, что вот банит первый человек, и если второй, второй у второго дифрагера бан такой же, той карты, которая уже забанена, то, то у второго дифрагера, у него, как бы, тогда преимущество получается, у него в запасе, как бы, бан есть, ну, то есть, как сказать, тогда тот в преимуществе, по идее, нет? Не-не-не, потому что он же первый банит, но первый и последний банит, да, то есть он выбирает, по идее, карту, которую будете играть. то есть, при такой системе, то есть, три карты, например, заготовлены, ну, скорее всего, три карты заготовлены и две в бане, и, и тогда второй дифрагер, если его бан уже забанили, то он потом, во-первых, он выбирает карту, потом из двух оставшихся, и он еще и, так как его бан уже забанен, он может выбирать, какую лучше он, скажем, натренировал, допустим. Ну, может быть, я не знаю, я Мосу передам, конечно, это, но, не знаю, мы будем, наверное, классического вида по очереди придерживаться, ну, по крайней мере, в этом году уже точно, в следующем посмотрим, как будет. Ну, кстати, это не мой же, ну, как сказать-то, не моя идея. Во многих этих играх киберспортивных есть же там баны, баны карт, ну, там в доте какой-нибудь баны героев, и там тоже не получили, там какие-то вот системы есть, там по два, по один, вот именно для этого. Ну, я думаю, нам надо будет подпризодуматься на эту телу. Я вот, когда обдумывал, обдумывал, против каких игроков, например, я могу попасться, и против каких игроков я как буду банить, ну, там, там есть стрейферы, есть не стрейферы, да, я вот, думаю, вот, я вот думаю, если мне попадется какой-нибудь стрейфер, ну, я не знаю, условно, шторм, например, но он стрейфит, не знаю, в 10 раз лучше, чем я. И в таком, и в таком случае я играю Энигму, но я Энигму проиграю, да, и я, и я думаю, как бы мне избавиться от Энигмы? Ну, забанить. Да, да, забанить, но, и я, и я думаю, ну, себя на своем я составлю, и его, на, и себя на его я составлю, то есть, какие баны, и то есть, если я не хочу играть Энигму, но я, допустим, две не играю, то есть, я отыграю хуже, чем Энигму, то есть, мне не удастся избежать, вот, если бы я, например, со Штормом играл, мне бы не удалось избежать Энигмы, никак вообще, а ему бы удалось, потому что он второй банит, то есть, ему бы удалось избежать, избежать какого-нибудь бана. Ну да, так-то, есть в этом смысл. Ну просто, если подумать, то ему бы удалось избежать какой-нибудь, бана, ему бы удалось избежать какой-нибудь карты, если бы ему это, ну, нужно было. Ну да, так-то, не знаю, но Носф в этом плане, такой чувак, тоже прошаренный, он очень много тоже турниров в свое время организовал, поэтому, я думаю, что мы в любом случае к чему-нибудь придем, как бы, в этом смысле, и, не знаю, есть что-то добавить, ты больше не участвуешь, желать удачи тебе не буду, ну если только, естественно, на следующий год. А есть какие-то, ну, хоть какие-то наметки, когда будет еще? Ну, если, допустим, ДФВЦ будет у нас где-то в марте. Серьезно? К примеру, ну, так, примерно. К примеру, а так нет никакой инфы? Нет, не имею права. Как-то ты не уверен на это говоришь. Ну, я думаю, мы с Носом уже тоже подобсудили, мы, скорее всего, где-то летом, может быть, в августе, будем проводить следующий такой подобный турнир, чтобы у нас было хорошее количество времени все подготовить и как-то переработать систему, ну и отдохнуть, естественно, потому что все равно такие турниры, они забирают очень много времени. Казалось бы, вроде неделька прошла, ты отдохнул, но когда тебе вдруг надо снова это все что-то делать и ты себя начинаешь не очень хорошо чувствовать. В общем, не знаю, я думаю, что на следующий год с такими темпами, как у тебя, ты, на месте Димона уже ты будешь с кем-то в чаркином и с центром бороться, может быть. Почему и нет. Ну, для этого нужно онлайн, наверное, играть. Ну, стараться лучше надо, точно. Да, у меня нормальные оффлайновские. Ну, я тебе скинул оффлайновские демки, они довольно, довольно хорошие. Ну, даже за довольно короткий промежуток времени в обоих физиках я тренировал и у меня получились хорошие демки тренировочные оффлайновские. Ну, прям реально доволен ими, в принципе. Ну, за исключением там некоторых моментов. В оффлайне нормально. И я, когда тренировал вот этот каунтач, который я с кетом играл, я и в последний день, и в предпоследний день, то есть там я делал в ЦПМ, ну, я специально тренировался отдельно так, что, ну, типа у меня есть 10 или 15 минут, и я, ну, и сколько раз у меня будут получаться какие-то элементы, ну, я не знаю, за там, за 10 минут у меня там, ну, я раза 3 мог пройти карту, ну, полным роутом, который, ну, самым лучшим роутом, который у меня есть, то есть раза 3 за 10 минут, то есть, ну, там, на 24 секунды, там, я не знаю, на 23, на 23, на 24 секунды, ну, в принципе, выгаришь, да, 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 ты, что, то, что ты говорил, ну, я говорю, что, в принципе, да, будем ожидать завтрашнего дня, посмотрим, что, как, завтра тоже уигравших, еще раз, наверное, с ними поговорю, а я пойду дальше, до монстрика, который, у которого, прям, что-то, вот, что-то не так, там случилось, на турнире, так, что, это, ну, спасибо за, выделенное время, я думаю, мы с вами свяжемся, мы вам обязательно перезвоним, и, не знаю, ну, удачи расти дальше, ты очень хорошо набираешь, многие говорят, что ты фейк, я думаю, тебе, я думаю, тебе это достаточно должно льстить, но и в то же время, типа, надоели, я не фейк, да, вот это вот, типа. А я замечаю, кто, кто говорит фейк, а кто не говорит, я всех запомнил. Потом будешь рекорды целенаправленные бить, да? Да, 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 кстати, отличная идея, я об этом даже не думал. Вот, возьми, да, на заметку, запиши куда-нибудь. Я, кстати, помню, ты, ты неоднократно говорил, что я фейк. Не, такого не помню. Ну, ладно, в общем, ладно, спасибо тебе большое, и давай, до встречи. Давай, удачи. 6 минут у нас остается, 1100, отличный гб, 1300, ловчаркино, отличный плазмоклим, по скорости, примерно одинаково, даже идут по скорости, вообще невероятно. Давай! Энтер, не нервничай, видно, видно сразу, Энтер нервничает, но, я заверяю тебя, Энтер нервничать не надо, как и Овчаркино, Овчаркин тоже очень много нервничает, говорит, видишь, что там валидолом закидывается, возможно, этот, этот же самый валидол, ему сейчас поможет в этом деле, но роут просто, роуты просто у пацанов, офигенные. Меньше минуты остается, все, по идее, все, не успевает, 50 секунд, последнее, последнее прохождение, последнее прохождение игроков, Овчаркин нервничает, у него мышка его из рук выскальзывает, они идут, они рядом идут, друг к другу прыгают, они рядом идут, это самый эпичный финал, что уже за жесть, они прямо рядом идут, все это время, таймер кончится, последнее, последнее прохождение игроков, они прямо рядом идут, ааа, у кого мышка высказит, ооо, эндер отстрелился, аа, не долетает, Овчаркин, не успевает, ааа, звоните в скорую, жесть, это что за жесть, это что за финал такой, ааа, просто, офигеть, по местам у нас первое место занимает Тентер, второе Овчаркин, третье Тутифрути, и четвертое Шторм, потому что я тоже все, все четыре карты играл, все остальные, я бы тоже на Амфикси поиграл, она тоже прикольная, наверное, ну, чтобы тебе доверить, было первый бан, ты бы в том забанил, я бы эту, карту Капкорба, не очень, хотелось играть минутную карту, по 15 минут, как тебе финал, вот именно, вот именно вот этот момент, когда вы, последний ран, таймер кончился, когда вы были примерно там, на середине пути, и типа, ты впереди, Энтер впереди, у вас там мышки не выскальзывали из рук, как вы еще справились, ты слой, я видел, ты прям, стрэпишь у тебя, мышка в сторону, в сторону, ты как бот двигаешься, да, на первой карте еще как более-менее уверенно чувствовал, вторую уже в ИКУ-3, уже не так, хотелось не сильно отстать, но, ну, так вышло, а то ладно, а вот третья карта, ну, совсем уже, у меня просто все нервы уже поздавали, полидоз окончился, и все. Ну, первая карта, да, ты с роутом очень хорошо придумал, очень классно угадал в этом плане, и у тебя прямо перевес жесткий был, по первой карте, по медиве, а на абитоз, да, там, в принципе, ну, Энтер, по идее, должен был его раньше поставить, этот тайм свой, потому что он до этого, предыдущую как бы попытку, я запомнил, что он ее зафейлил, там, не хватило ему ракеты, и ты как раз такой, под конец таймера, финишируешь, это жестко, вообще жесткий финал, просто жесткий. А я сделал вот 36-4, пошел плясать по хате, смотрю, 35 его, я думаю, что за хрнями? Я выиграл, я выиграл, а пошел уже. Да, 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 а прихожу, как-то, смотрю, 35, я думаю, когда ты успел бы? В принципе, я считаю это как бы честно, коли уже 35 поставил, только поставил. Да, ну, в целом, как у вас, ребят, от турнира, какие впечатления? Проводить еще такое? Понравилось? Завтра. 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 Еще 8к, на сегодня сделаем, давай успеем. Что там делать, ну? Там какой-нибудь легенький, в ST1, в ST2 поиграем, и уже все равно будет весело. А, на City Rocket, там. Не-не-не, не надо на City Rocket. Ну, я бы еще поиграл, да, много раз, в такой турнир. Ну, там у нас уже, на носу до FVC. Этот раз я, наверное, даже до FVC особо не проиграю. Чего? Если, если буду в 19, то я еще, как бы, могу сыграть, но если в 20, то уже вряд ли. Вармите забирает уже. О! Угу. Вармите. У тебя конкуренции не будет, только Bass и Inder, ну, ясно. Ну, такое, да. Такие новички, короче. Ну, тогда, что ж, есть, что вам сказать в заключении, я пойду прощаться со всеми. Я мои деньги дам тебе. Нет, я, в принципе, не за деньги играл, так попало. Прикольно. Чего, а в чарте, ну, все отдаешь? Ну, не, не все, хотя бы половину. А, больше. Ну, ладно, мы с призом, конечно, разберемся. Ну, в общем-то, спасибо вам большое за участие. Очень классный финал был. Я, конечно, верил, так и последнего, что Димон, может, как-нибудь там тебя перебьет и будет в финале с Энтером, но тогда у Энтера были бы все шансы. Вообще, ну, абсолютно, я думаю, абсолютная бы победа была. А так, очень равный финал получился. Просто, потнище, потнецкое. Спасибо вам большое. И, наверное, давайте рушаться. Продолжение следует... Продолжение следует...